Операция по поднятию затонувшего самолета Як-52 длилась около пяти часов. Из воды воздушное судно доставали в два этапа. Сначала водолазы приподняли машину на дном реки. Это была самая сложная часть. Подложить под него мягкий понтон и оказалось проблематично из-за небольшой глубины. Место, куда он приводнился, достаточно мелкое. Примерно где-то около двух метров, двух с половиной метров глубины. На 40 сантиметров мы его приподняли, но так как еще фарватер такой, бугры, поэтому тащили аккуратно. Затем самолет под водой отбуксировали к причальной стенке, куда подъехал специальный кран. Он и поднял почти полуторатонный груз в воздух. Это удалось сделать достаточно быстро и без сбоев. Ждали только пока из кабин стечет вода. Спасатели все проделали очень бережно, чтобы не повредить самолет. На первый взгляд, значительных повреждений самолет не получил. А в воду сломаны только лопасти винта. Сейчас самолет разберут, снимут крылья и доставят на аэродром в Бобровку, где проведут тщательное обследование, по итогам которого решат, подлежит ли самолет восстановлению или же отправится в музей. Як-52 принимал участие в воздушной части парада памяти 7 ноября. Когда возвращался на аэродром, пилоты заметили неполадки с двигателем и приняли решение приводниться на реку Татьянка, вдали от жилых районов. Летчики сами выбрались из кабины и не пострадали. Летчик выполнил всю согласенную инструкцию. Самолет посадил, жизнь спас себе, кажется, окружающим. Самолет целый, восстановим, я думаю. По некоторым версиям, неполадки в оборудовании могли возникнуть из-за слишком высокой влажности воздуха. Следственный комитет выясняет причины экстренной посадки на воду. Марина Кравцова, Константин Головин. События.